Здравствуйте, Александр Герасименко. В этом видео 5 вещей, которые проявил коронавирус. Вещь первая. Мы всегда знали, что новости новостями не являются. Новости – это инструмент манипуляции массами. Знали, но новости читали по-любому. Я знаю огромное количество бизнесменов, которые начинают свой день и заканчивают новостями не из авторитетных источников. Новости, кроме того, что они нагло врут, и мы в этом убедились настолько сильно в этот коронавирус, то есть выступает глава региона России Минздрава. Он говорит, у них в регионе погибло около 50 человек министерских работников. По официальной статистике в этом регионе умерло всего лишь 30 человек. И новости не просто нас обманывают. Это уже настолько было ясно, что просто люди перестали даже обращать на это свое внимание. И сегодня новости фактически для нормального бизнесмена – это способ упражнения твоего внутреннего фильтра. Как ты наложишь фильтры критики на то, что ты читаешь? Куда ты думаешь, люди, которые новости формируют, выводят массы здесь внизу, потому что в новостях показываются не то, что ты увидел, а то, что люди там хотели, чтобы ты увидел. Три опасности, кроющиеся в обычных новостях. Опасность первая – новости отвлекают. И пока ты отвлекаешься, дело даже не в том, что ты не делаешь нужное дело у тебя здесь и читаешь новости. Нет. Когда ты возвращаешься, ты оставляешь шлейф прежних мыслей, который не дает тебе работать. Приведу пример. Помню в спикер-клубе, спикер-клуб – это курсы публичного выступления, которые я веду, выступает девушка, и она краевая судья одного из мощных судов в России. И она рассказывает о том, как страдают дети после развода родителей. После нее выступает парень, рассказывает о смерти близкого родственника и говорит о том, что у нас нет автаназии, умертвления человека по собственному желанию, и нам это было бы нужно. Я сижу, слушая его, и понять не могу, зачем нам нужно убивать этих бедненьких детишек. Понимаете, насколько был силен шлейф от первого выступления? Когда ты впечатлен, впечатление переносится на второе выступление, и это просто новости, дальше и дальше и дальше, идущие по звену, захватывающие наш мозг. Новости не просто отвлекают нас, и мы не делаем основную работу. Новости оставляют шлейф, который тянется на основную работу, даже после того, как мы закончили новости читать. Вторая вещь и второе коварство новостей в том, что они приучают нас реагировать. Ты почитал новость, и ты думаешь, как же мне измениться? Изначально у человека есть две модели поведения. Первая – это инициировать, и вторая – это реагировать. На новости невозможно инициировать. У тебя были планы, у тебя была в жизни своя стратегия, и тут ты что-то узнал, как мне среагировать. Если ты реагируешь сегодня, реагируешь завтра, ты привыкаешь жить в реактивной модели, то есть фактически ты живешь в режиме выживания, и это одна из самых худших моделей жизни вовсе. И третья вещь, которая приучает нас новости – это нас приучают общению в одностороннем порядке. То есть оттуда новости идут. Но что можешь ты сказать взамен? Ты можешь только оставить комментарий, который вряд ли чего-то изменит, и уж точно не поменяет ничего в твоей личной жизни. Новости – это суперопасный инструмент для продолжения своей жизни, от которого действительно стоит отказаться, потому что мы серьезно недооцениваем стоимость интернета в нашей жизни, и новостей в том числе. Я говорю сегодня не о тех 900 или 500 рублей, которые мы платим за интернет каждый месяц. Нет. Я говорю о том, сколько мы недополучаем из-за этих отвлечений. Даже есть такая шутка, что назовите промокод «Интернет» и получите 50% своих достижений в жизни. Он работает, такой промокод. Итак, вторая вещь, которую проявил коронавирус. «Слышали такое? У меня нет времени, чтобы читать книги». Слышали. Даже сами, видимо, говорили. «У меня нет времени тренироваться. У меня нет времени, и многоточие заполняло всегда, что человек не мог сделать». Так вот, вот сейчас, в этот коронавирус, на человека упало огромное количество времени, так много, как его не было у тебя никогда. Ты начал читать? Ты начал тренироваться? Нет. Все эти вещи были отговорки. Коронавирус буквально на блюдечки вынес человеку его отговорки. Есть две вещи, которые связаны. Это причина и следствие. И вся жизнь работает по причинам слесанной связи. Как только у человека возникают отговорки, в которые он сам верит, а есть другие двух типов, которые отговорки формируют и верят сами, и другие, которые верят в отговорки других людей. Так вот, только у него возникают отговорки, он вставляет их в процесс причинаслесанной связи и нарушает его так, что в последствии сам уже не понимает, как ему выбраться из этой ситуации в жизни. Отговорки были проявлены в чистом виде в этот коронавирус. Их нужно признать как отговорки и просто устранить, обращая внимание на реальные причины. Ты не тренировался, потому что не хотел. У тебя не было дисциплины тренироваться. Ты не читал, не потому что времени не было, а у тебя не было дисциплины чтения. Ты торопился не потому что времени не хватало, а потому что суета твоя показывала твою значимость, как ты важен, как ты нужен где-то в другом месте, только не здесь. Все эти вещи были отговорками чистейшей воды. Их нужно убрать, если мы хотим сделать очень чистый канал между причиной и следствием. Третья вещь, которую проявил коронавирус. Замечали, что произошло, когда людей попросили надевать маски? Многие из них отказались. Отказались буквально по страхам смерти. То есть очевидно, что вирус опасен. Молодым людям менее опасен, пожилым очень опасен, но вирус опасен. Простая вещь. Наденьте маски. Они отказались. Человек сегодня бежит не туда, куда он хочет бежать. Даже не туда, куда ему нужно, а куда его гонят, его привычки. Люди отказывались проявлять себе новые привычки. Мне это было непонятно. Возможно, потому что я учил за 6 лет в медицинском институте, и привычка носить маску еще как-то осталась. Ты одеваешь просто, ты живешь в маске. Это нормальная вещь. Но наблюдая за происходящим со стороны, это еще раз просто подчеркнуло, насколько же сильно люди привязаны к своим привычкам, и как трудно им с ними расставаться. Это же, кстати, сегодня можно уже применить, строя свой бизнес. Если вы строите ресторан, и у вас ресторан такой, что в него приходят люди один раз в месяц, то это не привычка. Это он находится в категории какой-то суперроскоши, или они очень редко приезжают. Это очень ненадежный бизнес. И обращали внимание, даже сейчас, в этот карантин, в Макдональдсе стоят очереди за бургерами. Почему? Потому что Макдональдс – это ресторан, куда люди приезжают за бургерами буквально каждый день. Он вставился в привычки людей, и они по ним живут. Хочешь строить успешный бизнес – влезай в привычки своих потребителей. Четвертая вещь, которую проявил коронавирус. Ворон Баффетт, выдающийся американский инвестор, сказал фразу «Личное состояние 86 миллиардов долларов». Когда прилив отойдет, мы увидим, кто плавал голый. Что имеется в виду? Когда экономика растет, в ней каждый может быть успешный. Каждый человек строит бизнес, у него что-то получается. И многие могут подумать, что они уже хорошие бизнесмены. Но когда прилив отходит, экономика снижается. Вот тогда мы видим, у кого реально не было денег, у кого бизнес висел на честном, добром слове. Сколько раз сейчас мы слышали бизнесменов, якобы бизнесменов, обучающих нас, как нужно строить бизнесы. Этих всех псевдо-богачей. И куда они сейчас сиделись? Они просто исчезли в никуда. Каждый из них просил помощи у государства, потому что их бизнес фактически был несостоятельным. Когда прилив уходит, мы видим, кто плавал голый. И последняя, пятая вещь, которую проявил коронавирус. Обращали внимание на огромное количество конфликтов во время карантина. Эта звезда поругалась с этой звездой. Этот поругался с этой. Почему так происходит? А потому что, когда люди общаются по одному узкому информационному каналу и не общаются по широкому эмоциональному каналу, общение искажается. Фактически, канал узкий, буквенный, который мы строчим, это код. Это код, в который человек пытается ложить свои мысли, но он полностью лишен эмоций. И поскольку мы существа очень эмоциональные, в отсутствии эмоций, мы склонны расшифровывать код буквенный против другого человека. Это очень неестественное для нас средство общения. Я искренне убежден, что если бы люди, которые сегодня поругались в интернете, сели бы за один стол, вместе бы поужинали, то у них никогда бы не было конфликта. Они бы встали бы, пожали бы руки и, скорее всего, расстались бы друзьями. Та вещь, которую ты сегодня можешь написать кому-то в комментариях, скорее всего, ты никогда бы в жизни не сказал бы ему об этом в лицо. У людей, которые строят большие компании и работают на удаленке, у них есть правило. Общайтесь максимально, видя того, с кем общаетесь на экране. Хотя бы на экране. Почему? Потому что это в разы минимизирует хамство. Это показывает человеку, с кем ты общаешься. Ты общаешься с человеком, а не с роботом по другую сторону проводов. И это лишь означает, что если вы с кем-то общаетесь с перепиской, помните, что переписка очень скоро истощается. И вам необходимо дополнить общение настоящим мощным эмоциональным каналом. И я резюмирую. Коронавирус проявил пять вещей. Вещь первая и очень важная – наша привязанность к новостям. Мы недооцениваем стоимость интернета, который мы за него платим своим временем. И новости, они просто нас обманывают. Новости нас отвлекают. И после них очень трудно вернуться с тем шлейфом, который они зародили. Новости вводят нас в режим реагирования. И когда ты реагируешь, ты очень мало чего инициируешь. И новости обучают нас общаться в одностороннем формате, фактически отучая нас от правильного режима общения. Следующий вид, что показал коронавирус. Он показал ценность нашего времени, и как сильно мы себя обманываем, говоря себе, что у нас нет времени. У нас не времени нет. У нас есть отговорки, которые влезают в причинно-следственную связь. Третья вещь. Показал силу привычек. Люди скорее умрут, чем расстанут своими привычками. Четвертое. Коронавирус проявил слабые бизнесы, которые не были сильными никогда, а лишь говорили об этом. И пятое. Фактически он учит нас общаться. Общаться, встречаясь вживую. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. С вами был я, Александр Герасименко.